Всем привет, с вами Йети и в данном видео я разберу преимущества базовых изолированных упражнений для натурального спортсмена, ну и также для химиков. Что касается базовых изолированных упражнений, здесь я отвечу на этот вопрос с точки зрения исследований и какого-то своего личного опыта. Действительно ли нужны нам базовые движения или можно тренироваться только изоляциями и в общем раскрою все эти нюансы. Давайте так, начинаем с основного момента. Базовые движения и изолированные, чем они отличаются? В изолированном или односуставном упражнении работает как минимум один сустав при выполнении упражнения. В базовых движениях работает два и более сустава, то есть работа происходит в нескольких суставах как минимум. В изолированных, например, это какое-нибудь сгибание на бицепс, то есть в данном случае у нас работает один сустав, локтевой, только в нем происходит движение. В изолированном движении, например, жим штанги лёжа, происходит работа в двух суставах, как минимум в плечевом и в локтевом. И сейчас я прокомментирую этот момент на основе конкретного исследования. Потому что у нас спортсменов, которые тренируются только базой или только изоляцией, их очень мало. Как правило, все совмещают базовые упражнения с изолированными. Но, кстати, в комментариях наверняка найдётся гораздо больше людей, которые тренируются только базовыми упражнениями, но не тренируются изолированными. А вот людей, которые тренируются только изоляциями и не делают базу вообще, таких встретить людей невозможно. И поэтому для конкретного исследования взяли группу людей, которая не занималась и не тренировалась вообще. То есть это были студенты определенного колледжа, их всех загнали в рамки определенных условий. Они должны были на протяжении 10 недель тренироваться 2 раза в неделю, как минимум. Но одна группа тренировалась только базовыми движениями, а другая тренировалась только изолированными упражнениями. И таким образом включалась в статистику все люди, которые 80% тренировок своих не пропустили. То есть как минимум 80% должно было тренировочного объема присутствовать, который им прописали. Ну потому что существует определенная погрешность. И, кстати говоря, все изменения в питании тоже были запрещены. То есть люди не должны были переходить на другое питание. То есть никто не должен был становиться вегетарианцем, например. Потому что это выбивало бы людей из статистики. То есть это как дополнительный фактор, который мог бы повлиять на результат. И людям нельзя было садиться на фармакологию. Нельзя было даже добавлять дополнительно спортивное питание. Чтобы эксперимент был максимально чистым. И никакие дополнительные факторы на него не влияли. И в итоге сравнивали показатели по изменениям в толщине мышц и показатели в силе. То есть конкретные приросты, которые были продемонстрированы одной группой и другой группой. И подводя статистику, я могу ее вывести в принципе на экран. Но можете и сами перепроверить исследование. Ссылка на него есть в описании. В общем-то значительной разницы не было зафиксировано. Ни в приросте мышечной массы, ни в приросте силовых показателей. То есть в одном случае все переходило в сторону утолщения мышц. В другом случае в развитии силы. И в принципе там погрешность такая, что она довольно несущественная. И ей можно пренебречь. По крайней мере так считают ученые, которые это проводили. Ну и я могу сказать, что да, она действительно несущественная. Хотя кто-то может сделать выводы о том, что что-то работает эффективнее для силы. Что-то работает эффективнее для утолщения мышц. Но на практике оказалось, что все это работает примерно одинаково. И многие скажут, что тут как раз преимущество базовых движений заключается в том, что гораздо более сильный выброс тестостерона, потому что задействуется гораздо больше мышечных групп в работу. Более сильный выброс анаболических гормонов на тренировке, значит человек растет лучше. Ну вот конкретные исследования, в которые уже включались по сути все факторы, как человек питается, все примерно одинаково. Гормональный выброс. И если бы этот гормональный выброс так эффективно работал, то значимая разница была бы зафиксирована. Но к сожалению ее нет. То есть конкретно нету практически никакой разницы между тренировками только в базовых упражнениях и только в изоляциях. Это первое исследование. Но второе исследование, например, в котором сравнивалась тренировка многосуставными упражнениями или базовыми для одной группы людей, а для другой группы совмещения базовых и изолированных, тоже не было зафиксировано серьезной разницы. То есть по сути можно тренироваться только многосуставными упражнениями или базовыми. И результат будет примерно тот же, что и у человека, который совмещает базу изоляции. Но что было зафиксировано в этом втором исследовании? Было зафиксировано, что люди, которые добавляли в тренировочный объем изолированные упражнения, они смогли изменять свою антропометрию в лучшую сторону, в ту, в которую необходимо. То есть, изменять пропорции тела. Например, если у вас отстает бицепс и трицепс, но вы тренируетесь базовыми упражнениями, ну то есть вы делаете жим штанги лежа, вы подтягиваетесь на турнике, например, но у вас растут широчайшие мышцы и грудные мышцы, то для того, чтобы развить руки, как минимум, потребовалось добавить несколько изолированных упражнений на эти конкретные мышечные группы. В таком случае, утолщение как раз в руках происходило у людей, которые добавляли изолированные упражнения к базовым, значительно лучше, чем у людей, которые использовали только базовые движения. То есть, например, если у вас грудная гораздо сильнее трицепса, в жиме она всегда будет брать нагрузки больше. Элементарно по этому трицепсу может не хватать дополнительного, скажем так, тренировочного объема в неделю. То есть, для грудной может быть его достаточно. Но другая мышечная группа, которая вы считаете, что она тоже работает, она может недополучать нагрузку и поэтому для нее требуются изолированные упражнения. Например, у меня так. Если я не качаю руки, то они уменьшаются, ну стабильно уменьшаются. Сейчас это, по крайней мере, так. То есть, и на всех циклах я это замечал. Существует необходимый тренировочный объем для моих рук. Если я его не выполняю, делаю меньше упражнений, меньше поднимаю веса или гораздо реже это делаю, ну то есть пропускаю какие-то тренировки, то мои мышечные группы, ну там, скажем, бицепс и трицепс, они начинают откатывать. Поэтому, чтобы у меня хорошо росли руки, мне необходимо делать на них какие-то дополнительные упражнения. Мне недостаточно только базовых. Значит, что в базовых движениях, скажем, тренировочный объем, который присутствует, он идет на построение, на развитие других мышц. Ну, скажем так, больших. Это может быть грудная мышца, могут быть и широчайшие мышцы спины. Но на руки нагрузки конкретно не поступают. То же самое касается, скажем так, приседаний. У кого-то от них растут бицепсы, бедра и растут икроножные мышцы. Даже не удивляйтесь, есть такие люди. То есть тренировочного объема базового движения достаточно для развития там всей нижней половины тела. От пятки до, скажем так, тазобедренного сустава. Но у меня этого недостаточно. Поэтому мне необходимо долбить дополнительно бицепс бедра сгибаниями, какими-либо изолированными. И в таком случае бицепс бедра откликается. То же самое касается икроножной. Если я ее не качаю, то она и не растет. Если я качаю, она незначительно прибавляется в объемах. То есть цикл непрерывный, два месяца, например, на котором я качал икроножные, они значительно становились больше. Кстати, исследование в первом случае было довольно точное. Потому что это все проверялось ультразвуком, как минимум. Ну то есть именно толщина мышцы. И силовые показатели тоже фиксировались довольно точно. При этом людям запрещено было тренироваться последние 3-5 дней перед контрольным, скажем так, измерением результатов. Потому что иначе мышечная масса была бы отечной и результаты были бы неточные. То есть там как минимум все эти факторы постарались исключить. Поэтому хочу сказать, что в принципе и так большинству людей понятно, что если некоторые мышечные группы у вас не растут, когда вы тренируетесь только базовыми упражнениями для них и не делаете дополнительных изоляций, то стоит попробовать изолированные упражнения. Хочешь руки, качай руки. Не факт, что от ног у тебя вырастут руки в дальнейшем. Ну то есть многие говорят, что приседай много, жми много, подтягивайся хорошо. И у тебя в принципе будут расти и мелкие мышечные группы тоже. Но какие-то расти будут, а какие-то расти не будут. И для них нужны дополнительные изолированные упражнения. Значит они не получают должную часть нагрузки при работе в этих базовых движениях. А базовые движения были придуманы как раз для того, чтобы сэкономить время на тренировке. То есть элементарно, например, тренер вам дает жим от груди. И потом трицепс и переднюю дельту вы не качаете. То есть задействуются эти три мышечные группы как минимум вместе с грудной. И он сокращает таким образом общую продолжительность тренировки. Исключая оттуда другие изолированные упражнения для трицепса и для передней дельты. Например, либо дает всего по одному упражнению. А можно было бы дать и по два. Ну предположим, такой вариант. То есть, как правило, это используется для того, чтобы исключить необходимость дополнительной проработки каждой мышцы по отдельности. Потому что иначе тренировочный объем бы растягивался просто невероятно. То есть конкретно отдельно мы тренируем грудь изоляцией. Потом тренируем переднюю дельту изоляцией какой-либо. Затем мы тренируем трицепс, тоже изолированное, разгибаниями на блоке. Это три упражнения, которые занимают продолжительное время. Когда мы тренируемся в жиме лежа с большим весом, в принципе все те же самые мышечные группы работают. Но если какие-то недополучают от этого нагрузку, то стоит для них дополнить все это изоляцией. Надеюсь, данное видео было полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Йети. До новых встреч.